Здравствуйте, друзья! Я, Олег Орламов, приглашаю вас на программу «Познаем истину». Тема нашей встречи сегодня – «Избегайте долгов». Очень интересный вопрос, очень интересная тема. Мы будем открывать Священное Писание, эту замечательную книгу, для того, чтобы понять, как нам относиться к деньгам, к средствам, которые мы имеем, и стоит ли отдавать и брать деньги в долг. Об этом мы и будем говорить вместе с гостями нашей студии. Мне приятно представить их. Елена Печкова, психолог сегодня вместе с нами. И у нас в студии два пастора – Лев Бондарчук и Данил Ребан. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Давайте мы, как обычно, читаем основной текст, прочитаем его, наши беседы, наши встречи, послания апостола Павла Кремлина, 13 глава, 7-8 текст. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Спасибо, Елена. Скажите, почему некоторые люди так трудно уживаются с другими людьми, хотя поле их деятельности и их свобода просто не ограничены? Гордыня, страх, что ущемлят твои права, желание доказать что-то себе, возможно, даже зачастую. Ну, поле-то, вот, действительно, поле деятельности очень большое, и свобода твоя не ограничена. То есть ты не должен бояться, ты можешь отойти, ты можешь занять другую позицию, ты можешь развиваться как тебе угодно. Но почему-то все-таки многие люди очень трудно уживаются с другими. Мне кажется, потеря... Они что-то всегда видят опасность, что их кто-то ущемляет, забирает их свободу, их инициативу, крадут буквально их мысли. Определенная мнительность у людей присутствует, в принципе, в характерах, то, что если со мной рядом сосед, значит, он смотрит на мою жену. Ну, вот как бы вот происходит... Кто-то постоянно смотрит, да, в эту замочную скважину, либо в глазной... Мне кажется, одна из причин – это то, что люди утратили то чудное божественное качество – любовь. Любовь, которая превыше всего и которая покрывает какие-то недостатки и даже многие недостатки того, кто рядом с тобой, сосед ли это или член твоей семьи. И вот от этой потери связи с Богом, с источником любви, отсюда и проблемы начинаются. А успех другого, он провоцирует нас на необдуманные поступки? Да, к сожалению, провоцирует. Когда мы видим, что у кого-то лучше получается, кто-то преуспевает, это иногда изнутри может исходить лично от меня, или это может исходить от близкого человека, который может тебя всегда потрунивать и говорить, ну, почему у него получается? А ты никак. А ты никак. Поэтому это является, к сожалению, проблемой. А мы не можем сдержаться, то есть если нас провоцируют. А провоцируют каким образом? Это не преднамеренно. Просто люди так живут. У них есть определенный достаток, есть деньги, например, у наших соседей, которые вдруг поменяли там машину, оказывается, уже соседка купила новую шубу. Как мы реагируем на все это? Почему вот этот успех, он такой имеет характер провокации? Как Высоцкий пил, я, Вань, такую же хочу, да? То есть вот желание быть, быть не хуже, чем кто-то рядом. Мне кажется, это вот такой дух, знаете, эгоизма, что ли, показать себя, что ты тоже это можешь, а ты на самом деле не можешь. И вот тут как раз и начинаются те провокации, о которых Вы говорите. Ну и что, успокоиться, согласиться, я не могу, либо жена говорит, давай, ну посмотри, люди же-то могут жить, давай ищи вторую работу, подработки как-то, решайте вопросы. Смотрите, дело в том, что мне кажется, никто никого в принципе не провоцирует как таковое. Каждый просто по большому счету живет так, как ему нравится в этой жизни. Просто вот если ты хочешь, ты там берешь себе там новую машину, да? Есть, конечно, некоторые, кто специально, но это скорее... Если можешь, да, то есть, ну если тебе позволяют твои возможности, твои моральные принципы, тут уже как бы идет такое расширение. Но, конечно, когда вот, как у меня подруга сказала, говорит, я уже своему мужу говорю, у всех моих подруг есть шубы, а мне... И он начинает уже искать вторую работу, чтобы купить ей шубу, потому что он не хочет лазить в долги. А, соответственно, она его, ну так вот, заделает им. Но просто у ее подруг... Это не значит, что они пытаются вызвать у нее зависть. Просто они так живут. Ну и еще хотелось бы сказать, что это еще вызвано нашей субкультурой такой. Вот. Это воспитание такой современности, что ты должен всегда равняться на кого-то. Ты не должен отставать от кого-то. Ты должен быть наравнен. Вообще, мы часто упоминаем эту шубу. Я думаю, наша беда, что мы живем все-таки в таком климате, да? Было бы потеплее, не было бы таких серьезных проблем. Это не просто шубы, это конфликт, который приводит очень часто к печальным последствиям. Вообще, желание обладать большим, это желание в конфликте с христианским пониманием жизни или нет? Смотря чем больше. Если мы говорим о вещизме... Ну вот то, что мы сейчас сказали... Если мы говорим о каких-то... То я бы считал бы это греховным. Ну это же обычная бытовая рутина, назовите ее как угодно жизни. А к чему она приводит? Она лишает нас и духовности, поскольку... Ведь почему многие стали на путь преступной жизни? Потому что заработать не можем, в долг никто уже не дает, можно украсть. А может быть это стимул, та же шуба это большой стимул. Для воровства? Это напрямую нарушение Божьего закона. А для того, чтобы напряжься и работать еще лучше, поискать... Вы знаете, многие люди, они даже не хотят поменять работу. Для них вот определенный там очень минимальный достаток, это их предел. И за них, за мужчин, начинают работать женщины. Они ищут возможности подработок, они ищут все пути и выходы для того, чтобы заработать больше. И вот как можно относиться к этому мужчине? Он самодостаточный, то есть, а мне достаточно, и его нельзя обвинять. Либо его можно назвать лентяем, который не хочет... Ну, может быть, это несколько другая тема для разговора. Мне кажется, разумная женщина... Разумная женщина, она найдет разумные слова и найдет соответствующий стимул для мужа. И шуботу купит он ей, да купит он ей. На самом деле, да. Но, но, разумная жена не будет провоцировать своего мужа, чтобы он делал что-либо, что противоречит правилам морали, нравственности, и что побудет его стать просто механизмом для изготовления денег. Хорошо, пусть лежит на диване и радуется тому, что он полдня работает. Не сказал я этого. А я работаю еще и после шести вечера. Не сказал я этого. Это крайность, да. То есть, соответственно, иногда, ну, если уж мы говорим о шубе, там, шуба для жены – это способ для мужа развиваться. Потому что, может быть, ему пора уже двигаться по карьерной лестнице. Ему нужно внести там некое предложение, да, чтобы развивающий там свою компанию, чтобы его подняли еще выше на ступень. Здесь мы можем по-разному смотреть, но некоторые, к сожалению, идут в такой ситуации наиболее простым путем. Они не меняют работу, они не дополнительную работу берут, а они берут кредит. Они говорят, хорошо, раз ты хочешь, мы всей семьей будем тянуть героической твоей шубы, а ты ее носил. И ты будешь знать, как это тяжело, но зато тебя не будем называть уже. И сколько она будет стоить, эта шуба, в конце концов. Ну, я бы хотел сказать, что все же такие стремления стать богаче, я думаю, это нормально и не противоречит Библии. Хорошо, но, наверное, как раз в ракурсе вопроса добиваться лучшего материального достатка. Это все-таки следствие больше нужды или зависти? А я бы сказал ни того, ни другого. Это нормальное. Сделать что-то лучшее, лучшего качества. Это, я считаю, нормальная реакция человека на среду, в которой он живет. Бог, который сотворил мир, он сотворил все идеально, совершенным. Почему сегодня мастер, скажем, слесарь-автомобилист, почему он должен делать работу спустя рукава, что выехав после ремонта, вдруг колесо отвалилось, не закрутил до конца колесо. Вот именно должно быть в труде нашем, в нашем развитии. Мы должны стремиться именно к лучшему, если возможно, к идеальному. То есть добиваться лучшего материального достатка – это хорошо? И в том числе добиваться лучшего материального достатка – в этом нет ничего плохого. Нет ничего плохого. Тот прогресс, который мы сегодня имеем, он достиг благодаря только тому, что человек хотел что-то сделать лучше. И если сравнить, как люди жили 100 лет назад, 50 лет назад, 20 лет, и сегодня мы видим, что разница большая. Мы меняем автомобиль, мы меняем свое жилье, мы внутри меняем мебель и так далее, свою одежду. Для чего? Потому что мы хотим жить лучше. Но мы говорим о всей духовной жизни. Многие говорят, зачем, если Христос скоро придет. И вообще для верующего человека понятие достижения определенной величины – это даже греховное желание. Да, в каком-то смысле она станет грехованным, она может стать грехованным. Если я мотив для чего? Чтобы больше, 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 и я абсолютно не замечаю, что тот Господь, который дарует мне благо, Он думает не только обо мне, а Он хочет, чтобы я подумал, может быть, о той несчастной старенькой женщине, у которой нет близких. Ну, вот так сложилось, что одинокая она. И помочь ей, помощи ждать откуда-то – неоткуда. А у меня, у которого Господь так благословил и есть достаток. Вот учение Священного Писания, оно как раз направлено на то, чтобы, получая благословение от Бога, мы видели нужды тех, кто рядом с нами. Ну, это уже, наверное, правило какой-то совершенно другой жизни, потому что очень многие люди не обращают внимания на тех людей, которые богатые люди, которые нуждаются в чем-то. Хотя есть очень многие люди, которые обращают внимание и на таких людей, о которых вы сказали. Но мы сегодня говорим о долгах. Давайте мы вычитаем книгу «Псалтирь», 36 глава, 21 текст. «Нечестивый берет взаймы, но долг не возвращает, праведник же щедро дает». Может быть, простой вопрос. Почему люди берут в долг? Каковы причины? Потому что это стало очень просто, доступно, это очень популярно. и не хватает мудрости сказать «нет» долгам. Это что? А иногда это нужда. Иногда это необходимость, потому что не нужно всех под мерку одно ставить. Иногда действительно человеку необходимо на лечение, на то же самое взять. Какая-то экстренная ситуация. Да, то есть, естественно, или, допустим, какая-то проблема у родителей, и у человека нет на данный момент необходимых средств, он кликнет друзей, он скажет «Ребят, помогите, я там через какое-то время отдам». То есть, мы все-таки должны рассматривать несколько индивидуально. То есть, кто-то из того, чтобы соответствовать своему товарищу по бизнесу, который купил новую машину, он берет, он входит в долги, потому что он считает, что ему не по статусу ездить на более плохой, чем его партнер. А кто-то действительно, он берет долг, потому что 28-го зарплата, 26-го, а 24-го детей кормить нечего. Но мы видим рекламу, вся реклама сегодня говорит о том, что бери в долг, то есть, бери сейчас. Не нужно ждать завтрашнего дня, не нужно ждать определенных накоплений, поэтому мы все-таки живем в большинстве своем, хотя мы говорим, есть очень такие критические моменты в жизни, когда действительно люди берут деньги в кредит, но в основном люди берут в кредит для того, чтобы улучшить какое-то свое материальное состояние. Какие риски ожидают нас от неразумных долгов? То есть, при долге что должно включаться? Вот мы говорим разумные и неразумные. Если вопрос лечения – это разумный долг, опять же, какую сумму брать? Вот какой риск? Какие риски, может быть, даже не один ожидает такого человека, который берет в долг какую-либо сумму, независимо, малую или большую? Нам подают кредиты сейчас долги, легальные долги, скажем так, в качестве игры некой. Ну, это играючи взять и отдать. То есть, как бы, людям навязывают то, что это очень просто, это очень легко, что тебе всегда пойдут навстречу. На самом деле, когда человек все-таки идет на этот шаг, в моем понимании, у человека должна включаться уже не ответственность, а гиперответственность, прежде всего, перед собой и перед своей семьей, которая в случае чего, потому что мы живем, к сожалению, в достаточно нестабильном мире. Мы не знаем, что завтра может быть с работой. У меня завтра может быть работа, может и не быть. То есть, речь идет не просто о финансовой нагрузке, что тебе нужно, может быть, искать какие-то пути, возможности еще дополнительного заработка. Мы говорим о психологической нагрузке. Мы говорим прежде всего, потому что наше психологическое состояние, оно формирует наше окружение. Если я начинаю нервничать и переживать вокруг меня, люди становятся такими же. Здесь хотелось бы сказать о том, что мы теряем покой, риск какой. Да. Мы теряем внутренний покой, благополучие семьи, риски. Мы можем потерять семью, это может быть развод, это может быть потеря даже здоровья физического, это может быть потеря психического здоровья. И самое трагичное, что человек может покончить жизнь даже самоубийством. А нужно ли считать себя рабом вот с того именно дня, когда ты одолжил деньги, взял в кредит, взял в долг? Ну, если это разумно, то есть обдуманно, взвешено. В Библии есть текст, что прежде чем что-то собираешься делать, ты должен все посчитать. Если это взвешено, если ты обезопасил себя. То есть есть какая-то страховка, да? Конечно. Ты должен какие-то продумать пути. Что это реально, ты возвращаешь, конечно, здесь это снижает твой риск. Хотя риск не исключен долго, но вместе с тем риск... Любое одолжение денег, оно включает себе риск. Ты должен подумать, ты должен внимательно подумать. Мне как-то в юности преподали очень серьезный, очень такой, я считаю, важный урок. Машину хотел купить, не хватало денег. Друг хороший был, состоятельный. И я подошел к нему и спросил, не займешь, ну, тысяча рублей по тем деньгам, если, скажем, не новая машина стоила пять, это все-таки были деньги немалые. Он говорит, без проблем, ты зайди к супруге, я сейчас вот уезжаю в командировку, я ей позвоню, скажи, что это самое. Все решим, все, да. Я зашел. Супруга встретила, пригласила присесть, и начинается мой разговор. Первая мысль, передумали. Не дадут мне денег. Она, знаете, вот на самом деле, они были очень и остаются моими хорошими, близкими друзьями. Она, вот посадив меня на диванчик, говорит, знаешь, я хочу... А, она принесла конверт уже. И когда она принесла конверт, ну, думаю, все в порядке. А она не дает. Она сначала мне маленький урок, и этот урок я запомнил на всю оставшуюся жизнь. Она говорит, Данила, я хочу, чтобы ты понимал, что, давая тебе в долг, я иду на риск. Ты же понимаешь, что если с тобой что-то случится, авария, разобьешь машину, в больницу попадешь, я же, говорит, с твоей жены и с твоих малых детей не буду требовать этих денег, потому что мы друзья, я не позволю себе пойти и сказать твоей жене, вот ты просишь на год, что ровно через год будь добра, а ты в больнице в это время. Я же не пойду. Вы знаете, у меня вот даже желание взять на какое-то время угасло. Угасло. Да, она с удовольствием дала, она приготовила эти деньги, то есть они действительно очень дружественно ко мне отнеслись, и, коль я занимал на один год, то я старался день в день, чтобы не днем позже, принести и отдать, хотя было весьма непросто. Там не было никаких процентов, там было просто взятые в долг деньги. Но ее вопрос, ты берешь в долг, а если ты не сможешь отдать? Вот он, знаете, он... То есть вопрос ответственности, да, здесь... Вот глубокой ответственности, которую она смогла пробудить во мне в тот момент. И я действительно с большой ответственностью и даже тревогой. Я был очень внимательный при вождении, и я старался, где только можно, вот не тратить, а собрать эту сумму, чтобы вовремя вернуть этот долг. Мы говорим, что возврат долгов, он приводит к очень печальным последствиям. Мы, наверное, все, каждая имея массу примеров, к чему все это привело. Тогда возникает очень простой вопрос. А стоит ли давать в долг кому-то? Да. Но говорят, если хочешь заиметь себе врага, дал же ему деньги. И тем не менее, да. Я думаю, что при одном условии, если ты готов об этом долге забыть. Это очень важный момент. Простить. Да. Простить. Простить, забыть, отпустить, понимать то, что действительно разное. Потому что я бы хотела расширить. Не только ответственность здесь идет. Здесь идет понятие осознанности. Когда ты совершенно сознательно, когда ты абсолютно не играючи, а именно как взрослый человек, ты понимаешь все риски, ты четко рассчитываешь, банально прописывая все, в том числе, когда ты даешь человеку. Вот как было в вашем случае, когда действительно человек, который дает, он должен понимать, что в любой момент ты просто простишь человека, ты останешься с ним в хороших отношениях, ты забудешь об этом навсегда. И это твоя потеря, на которую ты согласен. Да. Идти. Да, то есть ты должен быть готов. Ну и может быть еще один очень простой вопрос. Для чего люди зарабатывают деньги? Чтобы быть счастливыми. Чтобы обеспечить свою семью. Такой банальный вопрос, и не так-то просто на него ответить. Научиться распоряжаться ими. Вообще все, как мы знаем, от Бога дано. И как люди Библии, мы понимаем, что все, и в том числе и наша зарплата, это Божье. Бог хочет видеть, как мы распоряжаемся. Но люди же хотят, люди зарабатывают для того, чтобы потратить их на удовольствие. На счастье. Не обязательно удовольствие. На удовольствие. Ну, на удовольствие. Ну, смотрите. Ну, правильно. Правильно. Если ты сыт, то ты доволен. Каждый в начале года уже мы планируем поездка в отпуск. Да, это же, ну, это удовольствие. Мы рассчитываем, что должна быть цена, деньги на саму там путевку, на расходы. Ну, почему это удовольствие? Это отдых. Да. Хорошо, отдых. Но при отдыхе есть еще определенные желания. Вот у меня есть вопрос. Почему многие не могут справиться со своими желаниями? Они хотят вот сразу и сейчас. Потому что когда мы говорим, мы зарабатываем денег, их не хватает, хотелось бы, чтобы ты был разумный в этих вопросах. Но почему люди не могут справиться со своими желаниями? Вот я хочу просто... Вы знаете, в Священном Писании есть масса примеров, когда люди не могли справиться со своими желаниями. Вы помните? Да, наверное, с самого начала можно уже Еву вспомнить, можно Исава вспомнить, который продал своё переворотство, а первые люди продали вообще эти отношения с Богом, за прохлёбку. Практически вы дали ответ. Практически вы дали ответ. То есть вы этими примерами как раз нам всем показали, что идёт борьба между добром и злом. Но возможно ли победить желание? Конечно, возможно. И рядом с теми, кто терпел поражение, мы в Священном Писании находим людей, которые одерживали победу и оставались верными Богу и не забывали о том, что рядом с ними есть те, кому они могут своими средствами, своими талантами, способностями послужить. Но интересно, что именно вот эти сиюминутные желания появлялись у этих людей в тот момент, когда они забывали о Боге. И тем самым оказывались в рабстве. Вот что делает долг? Вот кто-то хочет, а мы знаем имя этого неприятеля, мы знаем противника Божьего, который назван Лукавым, и он Лукавством своим как раз пробуждает нас не самые, может быть, лучшие инстинкты, желания. И подталкивает, подталкивает, сделай это. Как подтолкнул Еву, как подтолкнул того же Исава, о котором мы говорили здесь и сейчас. А что последствия? А потом горькое прозрение. Вот почему эти примеры описаны на страницах Божьего Слова? Да, прочитайте, посмотрите, поразмыслите. И сделайте остановку. Ну, хотя бы полдня подумайте, прежде чем взять тот или иной кредит. Да, в контексте этого. Я не только говорю сейчас о кредите, о долге. Почему не всем удается сохранить так называемую трезвую голову в принятии каких-либо решений? Ну, во-первых, они не научены. Я хотел бы, чтобы мы вспомнили тот принцип, который дает нам Священное Писание. Священное Писание нас учит, что мы, зарабатывая зарплату, получая зарплату, мы должны в первую очередь оставлять Богу Божий. Это десятая часть. Это наши добровольные приношения. Далее мы должны заботиться и восполнять все наши текущие нужды. И очень третья часть важна. Это мы должны, так сказать, оставлять прозапас некоторый, небольшой, на случай каких-то непредвиденных ситуаций. К сожалению, люди не умеют именно использовать эту схему. Хорошо, мы продолжим. Вы очень интересный вопрос подняли, поэтому мы продолжим нашу беседу, но только через несколько минут. Уважаемые друзья, оставайтесь вместе с нами на программе «Познаем истину». Не переключайтесь. Это программа «Познаем истину». Спасибо, друзья, что вы по-прежнему с нами, когда мы сегодня говорим о теме «Избегайте долгов». Хочу напомнить вам, что вы можете связаться с нашей программой, если вас интересуют духовные вопросы при чтении Священного Писания, либо когда вы становитесь участниками этой передачи. Пожалуйста, пишите нам. Контакты вы сейчас увидите на своих экранах. А мы продолжаем нашу беседу. И хотел бы задать, наверное, следующий простой вопрос. Тяжело ли жить посредством своим? Человек, который не научен жить, да, ему очень тяжело. Но человек, который имеет в этом опыт, который получил от родителей или получил образование, я думаю, что это довольно несложно. Мне кажется, если человек не переходил за вот эту грань жить не посредством, то ему проще оставаться вот в этих границах. То есть это вот некая такая уже привычка. Потому что когда человек попробует вот этих так называемых легких денег, которые в руках легко отдаются, то многие потом не справляются с искушением. Им кажется, что все так просто. Поэтому здесь как раз идет вопрос вот этих границ. Того, что человек берет некую принципиальную моральную позицию не выходить за рамки того, что он зарабатывает. Если он хочет развиваться, расширять свои границы через Господа, через Его помощь, то Бог это будет делать, но в рамках его заработка опять же. Он будет давать ему больше. И в зависимости от умения делать правильные приоритеты в своей жизни и использование денег, которыми уже Господь наградил этого человека. Давайте мы прочитаем этот текст. Мы уже его не раз упоминали. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33. Пожалуйста. Господь говорит, ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Некоторых, может, этот текст даже и смущает, потому что искать правды, Царствие Божие, а вот все остальное, а все остальное – это то, то, что занимает большую, наверное, часть всей нашей жизни, о чем мы думаем, о чем мечтаем, потому что мы ищем возможности заработка денег, использования этих денег, обучения, покупки разных товаров. Почему управление ресурсами напрямую связано с доверием Бога? Потому что этот текст очень конкретно говорит о доверии. Ищи невозможности быть богатым, хотя богатство – это не грех, мы должны это подчеркнуть, и деньги – это не грех. Но ищи возможности быть гражданином Царства Божьего. А вот все остальное приложится. Как поверить этим словам, которые сказал Христос? Ну, поверить просто надо поверить. А если взять по жизни, то мы просто увидим, что они очень справедливы. Можно быть безумно богатым, иметь накопление в банках, иметь шикарные автомобили, но при этом быть совершенно духовно нищим. И что от этого богатства? Кому от этого польза? Если те, кто рядом с тобой, не имеют ни радости, ни счастья. Да, ты можешь сорить деньгами, да, ты можешь позволить себе поездку куда угодно, в любую точку земного шара, да, ты можешь купить себе самый шикарный автомобиль, но рядом с тобой будут только те, которые будут тебе завидовать, и будут только те, кто будут тебе услужливо за твои деньги улыбаться, а счастья настоящего. Может и не быть. Есть один момент, что если это богатство в какой-то момент, что-то с ним произойдет, то вот эти люди, они тебя оставят, и ты останешься. Забудут напрочь. Они просто забудут, как тебя зовут, они вычеркнут твой номер телефона, и как раз здесь доверие Богу и Царство Небесное. Ведь Царство Небесное, я еще очень-очень давно прочитала, кстати говоря, в субботней школе, что Царство Небесное должно начинаться здесь, на земле. Вот я здесь, на земле, уже учусь жить теми законами, которые будут окончательно там явлены и провозглашены, потому что здесь мы уже тренируемся. Здесь я приобретаю тех друзей, с кем я хотела бы идти в вечности. И мне однажды один совершенно потрясающий, замечательный пастор, он сказал такую фразу, говорит, а вы, говорит, уже подбираетесь, с кем вы на облаках сидеть рядом будете? Говорит, вы договариваетесь. Нет, я была ребенком. Но мы пока не договариваемся, мы пока договариваемся, где взять деньги и как прожить. Это приоритеты. Это как раз вопрос приоритетов. Если я ставлю для себя то, что будет в вечности, для меня это уже здесь живо, я уже здесь начинаю жить вот так. То есть здесь вопрос живой веры. Не просто поверить, а так, чтобы смерть Христа, она была для меня явной. Чтобы это был не пустой звук, это был не просто текст какой-то написанный, это не просто Евангелие, красивое слово для многих. Прочитал и побежал дальше жить. Можно ли здесь вспомнить текст, который записан в Священописании, «Вкусите, увидите, как благ Господь». Откуда мы знаем, вкусный торт или нет? Я смотрю, он мне нравится, может быть, визуально он красивый, на самом деле он невкусный. Или наоборот, он на вид не очень красивый, но на самом деле вкусный. Точно так и в жизни. Ищите прежде. Все остальное приложится. Есть прекрасный пример Роберта Лебрно, который своей жизнью испытал, и 90% он отдавал Богу, а на 10% он жил. И он это... И этих 10% ему хватало вполне. Он стал богатым человеком, миллионером. И он говорит, я увидел, что чем я больше отдаю, тем больше Бог меня благословляет. И он оставил себе 10%. Это хороший пример. Мы говорим, здесь мы подняли очень серьезный вопрос, это жизнь по стрессам. Давайте мы прочитаем книгу притчи. Это замечательная книга, которая просто, ну, знаете, ставит нас всех на место и объясняет очень многие позиции. 21 глава, 20 текст. Вожделенное сокровище и туг в доме мудрого. А глупый человек расточает их. Если ты сегодня не можешь жить по стрессам, значит, ты глупый человек. Так написано. С этим... Вот как можно с этим согласиться, что я глупый? Нет, с этим можно не согласиться. Не согласиться, Женя. Потому что принять, что я глупый, если я одалживаю деньги, многие люди говорят, да, я одалживал и буду одалживать. Потому что это нормальный процесс. Я отдаю, да, я переплачиваю, но я сегодня не имею. А ты это имеешь? Не имеешь. А я это имею. Ну, почему Священное Писание называет глупым того человека, который не может жить по средствам? Хотя мы не говорим, что... Да, мы и в самом начале программы говорили, есть определённый разумный долг, потому что он вызван определённой необходимостью. Вот смотрите, какая искажённая логика у людей, что как это так? Кто будет оспаривать, да? Что как-то меня можно называть глупым, если я беру и я же отдаю? У меня же всё в порядке, я же там не в долговом рабстве, я свободный человек. Я имею то, что я хочу. Я просто слышала такие аргументы не раз в отношении подобных вещей. Для меня это какая-то искажённая логика, потому что как раз мудрость, вот в Доме Мудрого всё приходит. Сокровища приходит, тук приходит. Он как бы... Вот идёт некий сбор к себе. Глупый, он вроде как берёт, но тем самым он отнимает что-то очень важное. Самое главное, он внутренний покой отнимает. Он платит проценты. Да, он платит проценты. Кредиты платят. Они требуют увеличения денежного. То есть, по сути, иногда люди платят, ну, там, 20-30 процентов, да. Он теряет больше. Он теряет больше, он платит, получается, не за одну вещь, а часто заполнили за одну вещь. Давайте всё-таки не так однозначно всех, все эти самые осуждать. Кредиты и прочее. Мы говорим, в чём разумность? Что нужно делать расчёты. Нужно, если правильно сказать, составить правильный бюджет. Да, если ты можешь использовать привлечённые средства для того, чтобы иметь прибыль и для того, чтобы развиваться дальше. То есть, ты явно рассчитал. Ты явно увидел, что то, что ты вложил в свой ум, приобрёл какую-то недвижимость, и ты эту недвижимость сдаёшь в аренду. У тебя не то, что хватает, чем выплатить кредит, и та недвижимость, которую ты приобрёл, в любой момент продал и погасил свой долг. Но, используя правильно, делая свой бизнес, ты ещё имеешь и приход. Расчёт. Вот штор неразумно. Но мы говорили, что расчёт очень несёт с собой большие риски, потому что всё предусмотреть просто невозможно. Иногда мы вынуждены, да, действительно пойти, потому что вопрос, например, приобретения жилья и вопрос здоровья, это очень, ну, это глобальные, это насущные вопросы. И опять же, здесь нужно иметь очень трезвый подход. Но мы говорим, что в большинстве своём, и то, что предлагает нам реклама, это брать то, что сегодня не является главным или определяющим, или вопрос жизни и смерти вопросом, для того, чтобы я мог взять или не взять. Вот вы упомянули слово бюджет. Почему мы не уделяем внимания такому понятию, как семейный бюджет, вообще бюджетное планирование? Многие люди живут как раз вот сегодняшним днём, сегодняшней недели, это то время, когда хватает твоей зарплаты, поездив вдоволь, насладиться. Я знаю массу таких людей, которые постоянно живут в долгах до следующей зарплаты. Либо даже живут в долгах так, не думая, эти долги когда-нибудь вернутся. Скажите, кто учит вообще? Кто и где? Кто, как, где должен научить молодые семьи, молодых людей семейному планированию, семейному бюджету? Раньше говорили семья и школа. Я бы сказал сегодня несколько по-другому. Семья, да. Прежде всего семья. Когда дети с малых лет видят, как родители составляют вот этот совместный бюджет, как они планируют расходы, кому обувь, кому одежду, кому ещё что-то нужно приобрести из членов семьи, а что нужно на оплату коммунальных услуг, что нужно на питание оставить, если этого не будет, они будут голодны. И они когда видят вот эти совместные рассуждения родителей, ведь их ушки хорошо слышат. То есть вы подняли очень серьёзный вопрос, с какого возраста, да, нужно детей привлекать к семейному бюджету? С самого раннего. Я считаю, с самого раннего. Потому что эти же дети, самые маленькие ещё, они же идут с родителями в магазин. И сколько мы замечали, наверное, в магазинах каждый из нас, как капризный ребёнок, купи мороженое, купи конфеты, купи шоколадку, купи что угодно, он хватает, таскает всё, и родители еле успевают назад из этой корзины выкладывать. И в результате бывают стрессовые ситуации. Маме стыдно, а ребёнок кричит, требует. На тебе, в конце концов. Вот это говорит о том, что предварительно с этим милым ребёнком никто не поговорил. Ну и ещё, я думаю, что пасторы могут обучать, как правильно составлять бюджет. Это могут специалисты. То есть в церковном обучении, да, такой момент, как обучение семейному бюджетирую. Мне кажется, я не знаю, проходит ли это на добрачном консультировании, я пока просто не проходила, но мне кажется, это в добрачном консультировании необходимо, чтобы пара понимала. Оно есть. Есть, да, очень важный момент. Тогда это замечательно. И тогда очень важно, чтобы пастор периодически напоминал молодым семьям, что, ребят, вы помните, вот как у вас там. Хорошо, вы специалисты, я задам вопрос. Вы знаете, как составлять семейный бюджет? От вашего ответа зависит количество обращений к вам. Да, конечно. От наших зрителей, к людям, которые могут составлять семейный бюджет. Елена коснулась насчет молодых семей, когда я провожу консультирование будущих пар, то один из таких критериев, я им даю чистые листки бумаги. И если не сразу, в тот же день, то прошу на следующий раз прийти и принести расписанный бюджет, скажем, на месяц, на квартал и на год. И если они смогли, вот реально, я узнаю, скажите, пожалуйста, сколько, значит, молодой человек зарабатывает, сколько вы зарабатываете, так, и так у вас, вы будете продолжать, да. Пожалуйста, сделайте расчет. И когда они делают расчет, и упускают некоторые моменты, очень важные, скажем, что в конце года у них, может быть, появится дитё. Я спрашиваю, а... И тогда открываются вот те нужды, о которых они не подумали. Я считаю, что для молодых семей, для будущих семей весьма важно, чтобы они были научены делать предварительные расчеты до того, как они окажутся с первой своей зарплатой и вдруг её не хватило. То есть я бы ещё заметила такой момент, что до тех пар, кто не слишком рано заключает брак, а уже в более старшем возрасте, важно понимать, кто уже успел пожить самостоятельно. Я, к сожалению, знаю многих, кто так же не умеет рассчитывать, они привыкают тратить, как я хочу. На себя. А потом девушка, юноша приносит это в семью. Там им уже, будучи 30-30 с лишним лет, и там начинается уже вот раздор из-за денег. Они привыкли жить. А уже наш тюрьм из этой ситуации, то есть подписывается брачный контракт, где очень чётко разделяются мои и твои деньги. Я бы посоветовал другое. Я бы посоветовал другое. Вот молодая девушка, если она хочет знать, какой у неё муж, пусть она посмотрит сначала, до того. Мы говорили здесь о доброчном консультировании, и там очень важный вопрос, который задают молодым людям, которые планируют вступить в брак, есть ли у вас долги. Да, это тоже очень важный вопрос, потому что иногда молодые люди, не заявляя о долгах, которые они имели до брака, потом этот вопрос всплывает, и оказывается, очень много денег необходимо отдать, этих денег нет, и уже с первого дня начинается вот этот момент трений, недоразумений и ссор. Ну, и, наверное, последний вопрос, как сказать долгам нет. Мы отчасти упомянули, то есть, когда мы говорим о семейном бюджете, о планировании, должны ли мы рассчитывать на все эти деньги, их использовать, которые мы заработали, мы получили, либо мы должны делать сбережения, оставлять какую-то часть, оставлять, ну, будем так говорить, на накопление, на непредвиденные обстоятельства. Можно я на первую часть отвечу, а вот мои коллеги ответят на вторую часть насчет того, как сказать нет. Громко, решительно и окончательно. Долгам нет. То есть мы... А вот пускай они продолжат... Да, ну, у нас буквально 10 секунд, друзья. Все успешные бизнесмены говорят о том, что мы обязательно должны откладывать, резервировать для будущих непредвиденных обстоятельств. Друзья, я благодарен вам за участие в программе. Сегодня у нас действительно такая живая, животрепещущая, важная тема. И можно было еще много говорить о долгах, но время подходит к завершению нашей программы. Я благодарен вам за участие в этой программе. Я хочу и вас поблагодарить, уважаемые друзья, что вы были вместе с нами. Вы все слушали. Наверное, у вас есть очень много, наверное, таких интересных жизненных историй, которые были связаны с долгами. Вы знаете, наверное, очень многих людей, которые потеряли семейное счастье, которые потеряли любовь и уважение друг к другу, лишь потому, что сделали необдуманные долги. Поэтому нам нужно быть очень разумными, быть в этом вопросе. Необходимо учиться жить по средствам, которые мы имеем. И, наверное, самое главное, мы должны при семейном планировании, при каждом дне нашей жизни просить Бога, чтобы Он был нашим наставником, учителем, чтобы Он помог нам решать все наши насущные нужды. И когда мы оказываемся в трудной ситуации, быть уверенным, что Господь там может, Он рядом. Всего доброго, до свидания, мира и добра вам. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова